Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Немножко узнавать биографии этих художников. Фратишек Кубка, чешский художник, большую часть жизни прожил во Франции. Один из первых представителей абстрактной живописи, представитель орфизма. Творческий стиль Кубки эволюционировал от реализма к абстрактному искусству. Я пользуюсь данными Википедии. Родился в Семире Мейслинг, учился в Пражской Академии Изобразительных Искусств, создавая в то время картины на исторические и патриотические темы. Переехал в Вену в 1891 году, поступил в Академию Изобразительного Искусства, сконцентрировался на создании полотен на символические и аллегорические сюжеты. Увлекся восточной философией и теософией. Расписанная художником Фреско последний сон умирающего Гейны, приглянулась императрица Елизавете и, как водится у придворных, новоявленного фаворита, тут же осыпали заказы. С этого момента в Австрии жилось ему достаточно неплохо, как пишут в Википедии. Кубка сполна окунулся в богемную жизнь, причем увлекался натурщицами не только как модель. Сам же он запал в душу датчанки Марии Бру, модельеру, которая поддерживала его финансово, как деликатно выражается биографа. С 1895 года жил в Париже, недолго посещал частную академию художеств Жулиана, затем учился в школе изящных искусств. Художник довольно быстро утешил своего объятия в натурщице Габриэлы Монмарко. Именно она запечатлена на картинах знаменитого цикла «Деньги». В Париже Кубка иллюстрировал журналы и газеты, при этом под псевдонимом Поль Риньяр провел себя отличным корректуристом. Рисовал афиши, плакаты, еще оформлял книги, конструировал наряды, давал уроки мастерства модисткам, иллюстрировал книги. Евгения Строп, которую друзья называли Нини, ради кубки бросил своего мужа и трехлетнюю дочь. Лишь спустя 6 лет Франтишек женился на Нини. Она стала не только женой, но и убежденной поклонницей его искусств. В 1906 поселился в парижском пригоре Пюто, в том же году впервые выставлялся в осеннем салоне. Кубка был глубоко впечатлен первым манифестом футуризма Филиппа Маринетти, опубликованного в 1909 году в газете «Фигаро». В работах 1908-1911 годов попал под влияние фавизма и пуантилизма. Полотна, созданные в эти годы, стали более близки к абстрактному искусству, отражая его теорию движения цвета, отношения музыки и живописи. В 1912 принял участие в выставке кубизма в салоне независимых. В 1919 стал профессором Пражской академии художества, обучая студентов, проходивших практику в Париже. В 1919 году до 1938 кубку финансово поддерживал его близкий друг, коллекционер живописи и промышленник Волдес, собравший значительную коллекцию работ художников. В это время он основывает группу «Абстраксион Креатион» – «Абстракция творчества». В 1936 его работы демонстрировались на выставке «Кубизм и абстрактное искусство» в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а также на выставке картин другого известного честного художника Альфонса Мухи в галерее «Жо-де-Пом» в Париже. Участвовал в салоне новых реальностей, где продолжал регулярно выставлять свои творения до конца жизни. В начале 1950-х годов приобрел широкое признание. Проводил несколько персональных выставов в Нью-Йорке. В последние годы жизни Кубка провел Пюто, где и умер в 1957 году. Вот так вкратце из википедии о художнике Франтишек Кубка. Чешский художник большую часть жизни прожил во Франции. Один из первых представителей абстрактной живописи, представитель орфизма. Творческий стиль Кубки эволюционировал от реализма к абстрактному искусству. Все, пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое. Смотрим работу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok